привет друзья сегодня ко мне пришли новые сорта роз и хочу быстренько распаковать посылочку чтобы не там не запрели а сажать буду я уже завтра не пока что перекантуется на балконе в открытом виде не в пакете конечно поэтому открываю так добралась до роз заказывала все у той же женщины увидела розовые ленточки и сейчас будем рассматривать так вот так они выглядят покажу корни в опилках мне больше нравится когда корни в опилках они как-то лучше выживают потому что в прошлый раз были немножко корни перепревшие это розы привитые на шиповник вот так и давайте будем смотреть сорта заказала плетистую индигалета к сожалению с предыдущего заказа она у меня не выжила она заболела и она засохла просто-напросто поэтому заказала еще одну и раз индигалете не подходят мои грунты на даче я решила заказать еще один куст сделать еще одну пробу или посадить такую красоту у мамы думаю мама там будет ее поливать почаще чем на даче и она там приживется так значит индигалета у меня поедет следующая розочка главное не перепутать где от чего я следующую розу я заказала плетистую белую подписано заказала тоже маме недаром я заказала плетистую белую я хочу мне задумка посадить ее между шикарными нашими розами красными плетистыми кто еще не видел маминой плетистые розы шикарные густые оставлю ссылку в конце видео переходите смотрите есть на что посмотреть красота неописуемая поэтому красный цвет я хочу хочу разбавить белым думаю сочетание будет великолепное так еще следующий розы я уже следующий сорта я уже заказывала для себя для дачи такие устойчивые неприхотливые написано плетистая кремовый грант хотя я такой грант мугл наверное что за такое заказывала она там была обозначена как обозначена как парковая но почему-то написано плетистая грант муглу ну окей пусть будет плетистая следующая розочка это желтая английская роза очень красивая хочу пополнить свои посадки именно английскими розами они мне очень очень нравится английская желтая пример цветения всех роз я вставлю и последняя розочка парковая желтая насколько было сорт в описании она желтая лимонная парковая устойчивая это точно на моей даче жить будет я знаю потому что у меня уже живет одна парковая роза в густе луиза она чувствует себя прекрасно я думаю что это тоже приживется и будет все окей парковые розы парковые розы вообще очень выносливые и грунта и засухи поэтому конечно же без парковой розы не обошлось вот такой был заказик кое-что достанется маме кое-что поедет ко мне на дачу так что когда буду садить может быть вам что-то поснимаю а пока все спасибо за внимание с вами была Ирина всем пока пока а еще сегодня ко мне пришла посылочка с декоративно-лиственными домашними растениями мне понравился вот такой вот аспарагус кипарисовидный вот такой он будет он конечно в посылочке немножко подуставший потому что посылочка тоже шла укрпочта и укрпочта шлет у нас очень-очень долго но ничего тут совсем чуть-чуть незначительно я думаю что он постоит распушится придет в себя вот такой аспарагус и заказала себе вот такую вот хамедорею мне очень нравятся пальмы как они выглядят особенно в взрослом возрасте украшает помещение тем более хамедорея она очень неприхотливая к освещению у меня есть одна комната темная в которой в которой может стоять только хамедорея расти и стенсиверия вот поэтому я покупала хамедорею именно для той темной комнаты маленькая моя хамедорейка которая у меня есть мама на нее положила глаз и я ее отдам маме ту маленькую а себе возьму вот эту вот вот такие были на сегодня посылочки приятненькие уже хочу садить розы так что буду ждать завтра надеюсь дождя не будет потому что сегодня полудня я лил дождь и и и и и и и